Всем привет! Вы на канале BataNIT и с вами Саня. В этом видео речь пойдет про охлаждение PS4 и все что с ним связано. Какие есть решения, методы, тонкости и все в этом духе. Для начала надо понять есть ли проблемы. Для этого есть несколько способов. Самый очевидный это шум и время. Если консоль использует каждый день и не чистили от пыли несколько лет, то очевидно что термопаста давно высохла и кули с радиатором забились пылью. Если дома есть животные или около консоли регулярно дымят, то она загрязняется быстрее обычного. В самых запущенных случаях прямо во время игры у вас будет вылетать табличка о том что консоль перегрелась и ей нужно остыть. Имейте ввиду самые тихие это слимки, второе место уфаток и самые громкие и шумные это PS4 Pro. Если ваша версия прошивки поддерживает HEN, то это открывает ряд возможностей. Самое простое это установить программу PS4 Temperature. Она распространяется бесплатно. В ней можно посмотреть текущую температуру консоли и установить порог температуры после которой консоль будет наращивать обороты. По умолчанию это 79 градусов. Это тот порог после которого консоль начинает сильно шуметь. Сейчас я понижу значение чтобы вы оценили шум. Если у вас что-то похожее, то проблема явно есть. В теории если вы очень не хотите разбирать консоль, то можете выставить тут 70 градусов. На какое-то время это поможет, но это лишь отсрочка неминуемой чистки. Однако эта программа не показывает температуру в реальном времени во время игры. Но если активировать Orbis Toolbox, то можно выставить несколько галочек, которые помогут вам отследить температуру в играх. Собственно вот, готово. Чем графонистей игра, тем выше будут эти значения. Исходя из данных в 79 градусов, можно сделать вывод, что нормальная температура не должна сильно превышать это значение. Думаю, где-то 85 градусов в играх это норма. Все, с диагностикой разобрались. Теперь переходим к решениям. Начну с самых действенных. Конечно же это разбор консоли и чистка ее от пыли с заменой термопасты. Для разбора вам понадобится крестовая отвертка, отвертка Torx T8, хорошая термопаста, например, MX4 и прямые руки. После разбора теряется гарантия. Так что год после покупки ничего не трогаем. Важный момент. На PS4 FAT и Slim есть вот такая прижимная пластина. Перед установкой ее надо немного выгибать, для лучшего прижима радиатора. Но есть важный нюанс. В 2016 году вышел PS4 Pro. Она, как я сказал ранее, не просто так шумит больше всех. Ее процессор разогнан на 30% и она имеет в два раза больше вычислительных блоков графики, которые тоже разогнаны. На первых ревизиях PS4 Pro были установлены вот такие прижимные пластины, крепящиеся на 4 винта. Проблема в том, что Sony решила сэкономить и сделала эту пластину из тонкого и мягкого металла. Даже руками я чувствую, что это просто кусок жестянки, который не пружинит вообще. Из-за этого происходит слабый прижим чипа к радиатору. На последующих ревизиях эта пластина уже имеет двухточечную систему крепления и измененную форму. Но проблема на первых ревизиях от этого никуда не делась. Из-за этой недоработки после чистки консоль действительно несколько недель работает тихо, но потом шум возвращается. В итоге сообщество нашло выход в виде пластин от Xbox. После этого интересного открытия обладатели первых ревизий стали массово искать неисправные консоли от Microsoft ради этих пластин. Но их нужно допиливать напильником. Буквально. Обычно для этого использовали гравер. Для второй и третьей ревизии помимо этого еще нужно удалить две ножки. Кто не верит, может посмотреть ролики ремонтников. На ютубе полно видео на эту тему. Проблема массовая, поэтому цена на пластин от Xbox может достигать 1000 рублей и выше. Да, все действительно настолько серьезно. И вот перед вами доработанное решение по устранению шума консоли. Прижимная пластина Self Pro, разработанная Никитой из Томска. Он работает инженером на производстве и уже несколько лет занимается проектированием и конструированием системы охлаждения. А в связи с приобретением PS4 Pro первой ревизии начал дорабатывать свою личную консоль. А затем уже поделился своими наработками со всеми желающими. Уровень шума стал на 20 дБ ниже, что довольно существенно. Данная пластина изготавливается из углеродистой плужиной стали методом раскроя плазмы с дальнейшей механической обработкой и полимерной порошковой покраской. Мне прислали все три вида пластин и я лично убедился, что она не уступает эталону от Xbox и при этом стоит дешевле. Стоимость 450 рублей, но если вы сообщите промокод BOTANIT, то ваша цена будет на 100 рублей ниже. Ну а если вы не хотите или боитесь разбирать приставку, то имеется услуга чистки. Ссылку на объявления и контакты продавца я оставлю в описании. В данном ролике я посчитал неправильным обойти эту тему, потому что консоли PS4 Pro первой ревизии было продано огромное количество, а у владельцев FAT и Slim такой проблемы нет, поэтому они могут не беспокоиться. В общем, чистка, хорошая термопаста и прижимная пластина гарантированно решают проблему шума и перегрева. Однако есть и другие варианты помочь охлаждению PS4. Дополнительные способы охлаждения – фрезеровка верхней крышки. Данный способ не новый, его эффективность обнаружили еще во времена PS3 Slim. Дабы сохранить эстетический вид на всех моделях PS4, забор воздуха осуществляется с боковых сторон. Из-за того, что каждый миллиметр корпуса напичкан… Да короче, вентилятору тупо не хватает отверстий для забора холодного воздуха. Да еще этот воздух попутно охлаждает направляющие металлические пластины, между которых, как бутерброд, расположилась материнская плата консоли. Эти металлические направляющие являются радиатором для охлаждения других важных компонентов под систему питания, чипов памяти и других полупроводниковых схем. В конце воздух продувается встроенный блок питания и выдувается наружу сзади. Если снять крышку, то нарушается воздухообмен, задуманный инженерами Sony, и результат непредсказуем. Однако так вентилятор работает на меньших оборотах, что дает тишину. Если сделать отверстие верхней крышки ровно над вентилятором, то он будет захватывать больше воздуха. И важно, что при этом направляющие тоже будут охлаждаться, а сама консоль будет работать тише. То есть, такой трюк позволяет избежать перегрева микросхем, которые через термопрокладку контактируют с направляющей металлической пластиной, потому что мы полностью не снимаем крышку, а лишь делаем отверстие в ней. Перед вами тест консоли Никиты, который сделал такой мод на своей приставке. На консоли запущена игра бог войны. Шума нет вообще. Теперь с помощью дисков закрываем отверстие. Приводим верхнюю крышку в так сказать исходное состояние, которое было задумано инженерами Sony. Чтобы сэкономить ваше время, я ускорю видео. Вот такой шум будет на вашей консоли без фрезеровки верхней крышки. Никита также предоставляет подобную услугу. Можете высвать ему консоль целиком или только верхнюю крышку. И за небольшую по меркам рынка плату на специальном станке он может сделать для вас то же самое. Рисунок не обязательно в виде сот и количество отверстий тоже можно согласовать. Как я уже говорил, все ссылочки в описании. Свободное место. Самый банальный совет, но PS4 нельзя ставить задней и боковой стороной в упор к стене. А также нельзя ставить в нише антресоли под телевизором. Свободное место вокруг PS4 необходимо для нормального забора холодного воздуха. В ограниченном пространстве она будет гонять один и тот же горячий воздух по кругу. Станет выше шум и температура. Но если выхода нет, то поможет подставка для ноутбука. О ней чуть позже. Дополнительные вентиляторы. В продаже можно увидеть множество подобных устройств. Они есть для всех версий PS4. На ноутбуках они показывают себя хорошо. Про PS4 сказать трудно. Вероятно положительный эффект в плане охлаждения будет. Как минимум блок питания и радиатор станет активнее охлаждаться. Но такой прибор может негативно повлиять на кули в самой консоли. Поэтому надо быть осторожным. И самое главное шум. Он станет намного выше. Решение спорное, но имеет право на жизнь. Подставки для ноутбука. Достаточно популярная тема покупка подставки с кулерами для ноутбука. Только вместо ноутбука на подставку ставится консоль. Проводили много тестов и эффективность такого решения крайне мала. В лучшем случае температура ниже на несколько градусов. Я поставил свою PS4 на эту подставку, потому что она стоит в замкнутом пространстве. Ее назначение не в охлаждении, а в подгонке холодного воздуха к решеткам по бокам PS4. И сзади она отгоняет горячий воздух вверх, из-за чего он не скапливается у стены. Что касается шума, то он примерно равен тому, который сдает консоль при средней запущенной игре. В общем, если у вас похожая ситуация, то смысл в ней есть. А в других случаях смысла мало. Ножки. Как бы это ни звучало странно, но ножки помогают не хуже подставки. И это не удивительно, дно консоли охлаждается лучше. Бюджетное решение сбавить 1 или 2 градуса температуры консоли. До покупки подставки я использовал крышки от газировки. Чтобы консоль не соскальзывала, можно использовать двухсторонний скотч. Огромное спасибо Дмитрию и Мурзику за донаты. Впереди будет еще много хороших новостей. Также спасибо Лешкину за донат. Кстати, меня просили открыть еще одно место для донатов. И оно перед вами. Донат Пэй. И отдельное спасибо за поддержку подписчикам на Патреоне. Собственно, это все советы, которые я смог выделить про охлаждение PS4. Надеюсь, они были вам полезны. А если я что-то упустил, то напишите об этом в комментариях. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю на сообщения. Ссылочки на донаты и Патреон будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.